добрый день дорогие друзья сегодняшнем ролике давайте рассмотрим вот такую хувертин которую могут привести к аккумулятор щеку это вот у нас барсики барс 19 а так чуть не обманул 21 года это 21 и это 21 а нет этот что 22 года что люблять да это 22 года 139 день свежачки привез клиент в таком состоянии как видим 4 по суху 0 заряда здесь три по суху 0 заряда батареи абсолютно замороженная видим земля в аккумуляторе земля в аккумуляторе земля в аккумуляторе земля в стита матери блять батареи замороженные и пол дня простоя по рабочего дня простояли они вчера пушку включать не стал так как эти батареи как объяснили не успеху фермерские и заодно будем проследим за судьбой вот и вот этих вот батареек здесь у нас повеселее вот здесь на корпусе было видать хотели открыть посмотреть крышечки и выломали но это я уже запаял красный индикатор здесь тоже показатели повеселее эти батареи с компрессором с китайского компрессора китайские аккумуляторы но эти батареи буду обслуживать будем их высверливать засверливать дырявить короче так но первым делом нам конечно нужно отогреть самое интересное то что баночки то вот здесь также видим лед а некоторые баночки у нас отошли уже то есть плотность в аккумуляторе вот здесь вообще прозрачный плотность в аккумуляторах по банкам разная ну давайте будем отогревать сейчас поставлю на на пушку чтобы ускорить этот весь зарядный цикл или как как это нас обслуживание ускорить обслуживание попробую их отогреть и продолжим работу с этими батарейками отмороженные барсики у нас на обогреве этих китайцев я засверлил и сейчас буду делать буду делать замер плотности в каждой банке плотность буду мерить рефрактометром замерять уровень и будем принимать дальнейшее решение по работе эти барсята бар сетки барсики отогреваются вот такая пушка у нас родом из южной кореи hyundai типа из южной кореи сами знаете где она сделана и где она собрана эта баночка у нас сухая но сухая на это сухо связано с тем что здесь была у нас дырка хотели эту батарею скрыть видимо вандалы вассалы реках их называют ну короче парнем которым все по барабану хотел сказать по-другому ну ладно вы это скажете за меня так продолжаем делать замеры уровня и плотности по банкам здесь вот видно что недостаточно к сожалению от камера она плохо фокусируется ну-ка попробуем а не хочет она уровень мало вот и так уровень будем вычислять по ватерлинии ватерлиния здесь ясной нету четкой нету линии поэтому будем ориентировочно делать 4 сантиметра от поверхности пластин подливать водичку что за работу читая много говорю сделал карту плотности и как видим разброс очень даже существенный вот эта банка которая сухая у нас было 134 предпоследняя банка 133 ну и есть тоже разброс у нас в три точки максим максимум принцип заливки диссерированной воды следующие значит заливаю приодимая мерная трубочка 1 театр так сейчас найду короче как в воду канала эта трубка моя но покажу на вот этой стеклянной трубы а вот она идет твоя мать вот она лежит лежит и молчит короче смотрите отмечаем 4 сантиметра и отмечаем верхний уровень на трюпке возьми трюпку и табанка где 129 наливаем заливаем по вот этой метки 4 сантиметра 4 сантиметра это у нас соответствует вот примерно вот этот вот блять вот вот папа вот этой ватр линии заливаем где 129 по меточки высчитываем количество воды куда которая мы сюда залили и после этого на каждую точку добавляем 30 миллилитров то есть если нам надо 130 так мы залили сюда 180 миллилитров сюда заливаем 210 вот три баночки по 210 здесь у нас разброс 4 точки значит на 120 миллилитров заливаем сюда больше сюда здесь у нас пять точек на 150 миллилитров заливаем больше и но стараемся чтобы не перешагнуть эту ватр линию блять эту риску ватр линии это у нас там чтобы и таким образом пытаемся выровнять подровнять плотность электролит а по всем банкам с этой батареей я уже разобрался сейчас перехожу к этой батареи буду заливать водичку подливать в нее водичка разлита все на местах пробочки прикрыл и теперь зарядный бокс он место для него есть захерачиваю под кулончик и оставляю его для насыщения зарядом на ночь наши доблестные китайцы в зарядном боксе включил кулончик и давайте так выключим вспышку так что так не видно что так не видно ладно делаем настройки пора уже делать многие а мы пока делаем настройки так основной заряд 14 8 вольт 14 8 вольт так 150 батарея поэтому ставим 7 с половиной амперчиков напрягать батареи не будем время заряда 40 часов так до заряд до заряд делаем 16 вольт минимальное напряжение 15 с половиной 15 7 вот так вот ток до заряда 37 так ставим пятерочку пятерочку и минимально ставим два часа потому что завтра нам придется перебить эти настройки по любому оставляю ее на ночь так здесь сделаем то же самое дает твою мать 14 8 до заряд 16 15 и 7 лет просто тогда заряды 5 ампер так же два часа все и стартуем так с китайскими богатырями разобрались кстати отличные батареи китайцы делали вот просто чудеса вот у меня еще одни китайцы вот они еще одни китайцы поступили вот с такими параметрами 67 здесь 75 ну давайте посмотрим ради интереса что у нас получилось после обслуживания вот такого же самого обслуживания практически с этими китайскими друзьями так мощность батареи здесь не указано поэтому вот в уголочке при клиенте делал замеры я выставил примерно 950 ампер так ставим 950 ампер вот как видим 995 100 процентов вот было 67 стало 100 ребята вот это обслуживание вот они пробочки батарейки должны забрать были еще вчера аркаша тебе обращаюсь вчера не забрали то так и плавно перемещаемся вот к этим нашим барсеткам так это у нас барсик это просто кайнар значит что будем делать с ними сейчас сделаю карту плотности батарейки отогрелись батарейки теплые блять с этой стороны где около 9 градусов но сейчас переставлю их местами поменяем местами потому что эта сторона у нас отогрелась и сейчас эту сторону отогрею с полчасика подержу на пушке но пока что время не терять буду делать карту плотности сделаю карту плотности и будем двигаться дальше карта плотности получилось очень оригинальная как видим один два ноля давайте вам покажу что плотности никакой нет вот так вот поплавок верху и здесь вот то есть сверху у нас абсолютная водичка батарейки полностью высажены так куда бы положить термометрический ориометр давайте смелим показатели после отогрева показатели у нас должны улучшиться и незначительно вырасти ну давайте глянем так 1250 15 процентов видим 494 ампера пусковой 559 сопротивление 1179 напряжение разомкнутой цепи давайте следующий кричит заведующий да ёпперный театр ну что ж такое топлять надо ответить так давайте вторую замерим ну примерно такие же показатели там 15 здесь 13 465 594 1175 сейчас освобожу место вот здесь вот он то красненькую вытряхну оттуда и воткнем этих барсиков кайнаристых барсиков начнем с ними работу наши почти братья по несчастью в зарядном боксе подключилась китайцам вот к этим автоматиком и той мощности которую они выдают порядка пяти с половиной где-то в районе 6 ампер будет вполне достаточно для того чтобы провести первичный предзаряд и первичную абсорбацию этим батареям сильно грузить их сейчас нельзя им надо дать возможность набраться немножко крепости и потом будем с ней их разматывать уже в импилочками так но время-то у нас 25 минут 7 еще не вся работа сделано сейчас переползу вот к такой варте 105 а gm на стоит на audi наиболе на audi пятилетка и вот с такими показателями она пришла займусь ей и еще он те братья-кролики сегодня надо с ними разобраться и только после этого буду вставать на лыжи до дома так ладно вернемся к нашим помидорам завтра а пока займусь окончанием своей работы сегодняшней с утра не было времени подобраться к нашим китайцам и видим вот такие 38 ампер это зима батарейка батарейки в режиме хранения и этого зима у нас чуть побольше 93 ампера сейчас мы будем ставить их на перемычки и будем работать с ими вымпелом вот таким образом установлены перемычки плюс плюс минус минус и накидываем накидываем вымпел 57 так вот это у нас плюс вот это у нас минус еще снимаем и куда снимаю что-то снимаю так вот таким образом так nrc 13 и подключаем вымпелочек даем дадим 9 ампер выпил на 9 амперах как правило не перегревается и более-менее работает и теперь нам нужен классический наш до заряд с перезарядом так давайте посмотрим что за плотность у нас плотность у нас 121 24 в этой батарее не снял же вот так вот видно на 124 в этой батарейке ставим на место так и что у нас здесь которая была у нас обсушенная баночка в этой батарейке 122 в этой банке верней ну-ка попробуем этим то же самое 122 122 это у нас четвертая баночка у нас было 129 так третья баночка у нас было 130 так вот здесь 121 плотность 121 но она будем надеяться что в процессе до заряда она догонит остальные банки потому как мы заливали разный уровень воды так наши барсетки по-прежнему стоят оба на и буквально несколько минут тому назад наши китайцы сказали что фу то есть батареи заряжены давайте посмотрим что у нас с плотностью в этих давайте вот эти крайние баночки вскроем и глянем плотности плотности нет 18 какой-то так 110 какой-то дяденька написал меня шоу в бочку катите на автоматические зарядное устройство тем более если эти автоматические зарядное устройство мы используем для не обслуживаем их батарей в значит нужно пользоваться только этими автоматическими зарядным устройствами все нормально они делают свою работу выполняем выполняют и не надо меня как вам сказал лечить блять у меня 40 лет стажу блять ну я ему конечно забаню потому что вот такие дурные советы на моем канале они не должны присутствовать а мы сейчас подключаем вымпел 37 между делом но вот эти мне жалко его 40 лет опыта которые прошли опытом оптом пролетели оптом для него незаметно видимо этот чувак просто не сделал никаких абсолютно выводов из своего жизненного пути ну это ладно бог с ним так попробуем сделать произвести дальнейшую абсорбацию на в пивошках так у меня здесь также 9 ставим 9 ампер и здесь 9 потому что китайцы не справились с поставленной задачей и ушли в режим full отключаем китайцев и работаем на 37 вымпелах сейчас нам нужно сделать полный абсорбацию до 14 8 вольт смотрим вот эта батарейка левая у нас отстает ну будем будем дальше посмотреть ланенько продолжаем нашу работу да кстати пока мы подключали кайна реки как видим наши две батареечки китайские очень легко долетели до 16 8 вольт и току по у нас до 6 3 вольт то есть в каждую батарейку грубо говоря у нас сейчас по 3 амперчик а на 16 8 вольтах батарейки видимо супер кальций батарейки работали скорее всего с небольшим перезарядом и поэтому вот такое напряжение у нас очень легко достигла ладненько продолжаем работу и будем потихонечку подключить делать подключение процессе наших телодвижений 3 часа 38 минут проработали до заряде с нашими китайскими друзьями время седьмой час хочу домой гулять воскресенье хочу до дому до хату поэтому сделаем следующий отключаем выпилок и подключаем выпилок это не выпилок так так делал у нас где он у нас вот он у нас подключаем буфер будет работать 15 вымпел завтра наверно до обеда будут валяться на диване или под диваном я знает завтра видно будет на завтра за эту неделю хорошо по работал так выпилок подключим сразу перешел буфер этот вымпел отключаем 57 впрочем эти тоже отключаем дали все хочу домой хочу домой к мамочке отключаем 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 этот пусть молотит так с этими бар сетками значит что мы будем делать мы их тоже выключаем вам пиво догнала у нас до 14 с половиной на 9 амперах здесь 14 4 отключаем и перекидываем на китайчиков на тех китайцев на которых они спали спали или спали отдыхали короче так плюс у нас здесь 1 и 2 оставляем до завтрашнего обеда и пускай буфер нам помогает бороться с сульфатами сейчас этой какафония еще определюсь прыгаю на лыжи на свои и положение 36 километров нет сегодня дам газу наверно 38 километров в час до дома блять включаем сейчас эти наши желто-синие братья по разуму пусть поработают я думаю они быстро догонят до 14 с половиной вольт и затем перейдут в буфер в импилотчик отдыхать ладенько нас пока это не касается нас касается вот эти зверки поэтому видеозапись пока заканчиваем что-то очень резко так приспичило домой как будто блять на горшок и так приспичило что даже забыл показать вам что у нас получилось с плотностью после такого до заряда ну давайте посмотрим на контрольную баночку 127 бачим бачим так баночка которая у нас наиболее отставала так у нас блять много 1332 вот это 32 тот ряд 129 до 32 и последнее ну давайте для контроля замерим вот здесь и вот здесь здесь 127 значить это которая 32 было это 129 так здесь у нас чуть-чуть чуть 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 не чуть чуть а 125 125 ну это нормально сделаем замер сделаю замер по приезду завтра опять обмерю обвешиваю посмотрю все баночки и эти баночки которые опережают в те баночки добавлю еще дистиллированной водички так теперь у нас вот этот вот этот у нас чистая баночка 134 контрольная было давайте посмотрим 125 125 5 баночки 133 вот это вот 133 125 так наверно завтра придется распушить эту связочку и поработать вот с этой батарейкой от отдельно так здесь у нас все были по 130 а вот это было 129 и вот эти 130 давайте замерим эту по у нас все было почти 125 124 с половиной так вставляем трубочку 130 было так 123 плотность 123 так мы по факту придется есть уже делать перемерить карту плотности и сделать корректировочку давайте нашим зимородка здесь замерим по одной банке пока что мы видим мы видим какое-то проявление слабосильное 110 110 плотности если это можно назвать плотностью болеть все что мы видим так здесь 1 1 0 1 0 5 1 0 5 не могу мерить через через телефон поэтому телефон сам по себе блять я сам по себе термоариометр сам по себе а батарейки нахуй сами по себе так то где мои лыжи блять пойду поищу и додумал у всех нормальных людей выходной суббота воскресенье и только аккумулятор щеки работу отдыхают в понедельник этот до обеда вот сегодня отдохнул до обеда приехал и проделал следующую работу значит смотрите сделал опять новую карту плотности вот такая вот у нас получилось карта плотности в левой батарее и вот такая карта плотности в правой батарее и произвел корректировку опять исходя из берем за основу пониженную банку у нас пониженная банка 124 2 баночки 124 в них мы ничего не добавляем 125 добавляем по 30 по 30 миллилитров 126 60 миллилитров и 127 добавляем 90 миллилитров для корректировки электролита то же самое сделал проделал из этой батареи но здесь за основу взяли баночку которая с пониженной плотностью 123 мы их не трогаем 124 30 миллилитров 25 60 миллилитров и вот в таком порядке мы значит произвели еще одну корректировку это будет последняя корректировка решающая больше корректировать не буду все-таки решил разъединить их эти батарейки но совместная зарядка нам помогла выявить отстающую батарейку вот отстающая батарейки у нас является вот это хотя по нрц от чего у нас там нрц она опережает то есть в батарейки вот смотрите здесь 13 4 здесь 13 5 у нас всю ночь батарея просто эти батареи простояли на буфере это лишний раз подтверждает что в этой батарейке что в этой батарейке у нас стратификация более ярко выражена поэтому сейчас мы поработаем с каждой батарейкой отдельно подключаем зарядник 1 подключаем зарядник 2 и дадим по 5 амперчиков так с ограничением 16 8 вольт 5 ампер даем здесь так ограничим 16 8 8 вольтами здесь то же самое делаем 5 ампер 16 8 вольт ограничения блять вот ну пока не набирает как видим ток начал стремительно падать здесь и здесь возможно будем делать подпор напряжением увеличивать ну-ка давайте до 17 все-таки дадим вот так вот да придется нам увеличить окончание заряда 17 вольтами чтобы у нас увеличился ток ток увеличился все нормально ели пили все нормально удачи сами знаете что произошло так теперь переходим к нашим барсом так за время простое на китайских зарядниках я приехал еще один зарядник вот этот правый работал с батареей вытаски вода до 14 с половиной вольт и я думал что они быстро закончат ну как оказалось они проработали довольно таки долго давайте глянем на плотность и мы видим уже плотность 1 1 25 2 1 1 22 здесь и видим плотность 1 здесь у нас один день 18 18 так давайте еще по две баночки вскроем здесь у нас отставание очень большие так 1 15 15 отставания в три точки что у нас здесь так ну что перекидываем на 37 вымпел и и ставим ограничение по напряжению 16 вольт так чтобы вас сильно не задерживать ваших телеэкранов мониторов компьютеров смартфонов планшетов всего прочего сейчас я поставлю на паузу и подключил метру так 37 вымпел у нас подключены как видим нрc одинаковая у батареи так включаем по 16 вольт и подключаем наши зарядные устройства 9 ампер здесь 9 ампер здесь 9 и 1 пойдет нормально и начинаем разгонять эту батарею эти батареи абсорбация у нас прошла будем так говорить более менее успешно в автоматическом режиме на китайских зарядников которые в первую ночь кстати они не справились с поставленной задачей связи с чем это связано точно сказать не могу но мое чисто субъективное мнение из-за повышенного сопротивления аккумуляторов это вот камешек в огород тех любителей автоматических зарядок которые хлещутся что болеть можно легко и просто за разрешаю здорово оказывается закрыл три градуса ничего ну еще пойду паски в гараж оказывается